Китайская кухня Китайская капуста Все это мелко режем, чтобы чуть позже добавить в куриный жир, на котором мы и будем жарить То есть мы пока не трогаем капусту с каштанами? Нет Сначала нам нужно приготовить основной ингредиент для нашей восхитительной капусты с каштаном? Да Вы говорите о курином жире? Да, чтобы наша капуста получилась вкусной, мы должны готовить ее на курином жире В свое время наш учитель говорил нам, что постное блюдо не совсем постное, а мясное не совсем мясное Наше блюдо относится к первому На вид оно очень простое А вы знаете, почему оно такое вкусное? Потому что оно не совсем постное Чем мы должны его дополнить для вкуса? Животным жиром А свиной жир подойдет? Свиной жир это другое Сегодня в ход у нас пойдет куриный бульон, поэтому куриный жир это то, что нужно Поняла Свиной жир все испортит, кроме того, наше блюдо должно иметь желтоватый оттенок Да А от свиного жира оно будет некрасивым Поняла Поэтому куриный жир это очень важный компонент Да, он действительно важный Если хотите первоклассное блюдо Да То берите куриный жир А почему в кинзе нам обязательно нужен корень? Корень имеет очень насыщенный аромат К тому же околокорневая часть у кинзы белого цвета А белый цвет масло не испортит Что это значит? Например, если я забрасываю в сковороду листья петрушки То при обжарке зеленый пигмент, попадая в масло, делает его черным А если вы готовите капусту на курином жире То блюдо, которое изначально было светлым с оттенком желтого Вы испортите черным маслом Вот То есть все старания могут пойти на смарку? Да Давайте теперь займемся куриным жиром Сегодня мы используем вот такой жир Видите? Это жир с домашней курицей, он желтого цвета Если взять жир с потрохов откормленной курицы, он будет белым К тому же этот жир будет не таким вкусным Только жир с домашней курицы будет первое, желтым, что отвечает требованиям нашего блюда И второе, вкус у него будет тоже другим Ну и перед тем, как мы начнем непосредственно растапливать жир, мы его сначала опустим в кипящую воду То же самое делают с кожей? Да Ах, вот оно как Честно говоря, я впервые вижу куриный жир в его первозданной форме Жир уже чуть-чуть выделяется Он немного ужался после того, как его обварили в кипятке Да, он съежился Достаточно Выключаем плиту Это все делается очень быстро Жир уже выделился, но его еще мало Кладем его в воду Вода холодная, это еще и отличный способ устранить лишние привкусы Так, теперь можем его резать Когда жир остынет, его можно резать Хорошо, нарезаем его так мелко, как шкварки Да Режем на такие маленькие кусочки? Да Когда растопится, он превратится в блестящее желтое масло Именно А лишние привкусы устраняются за счет обваривания и за счет добавления специи? Да, вы правильно подметили Включаем плиту? Да Хорошо Чуть позже, когда жир растопится, мы его выльем в эту чашку Да, совсем скоро Хорошо, теперь в нарезанные кусочки жира мы Так Теперь забрасываем лук, имбирь и кинзу Этого достаточно? Да Не надо растапливать жир на сильном огне, так как все это может подгореть Нужно, чтобы на слабом огне из специи вышла влага И чтобы имбирь, лук и корень кинзы дали сок На сильном огне они подгорят Да, мастер Цюй, а что делать с остатками жира в коже? Теперь мы его сливаем Вот оно что Все Оказывается, жир можно получить из куриной кожи Вот с этим мы закончили Для того, чтобы растопить жир, необходимо Опустить его в кипящую воду, чтобы устранить лишние привкусы Добавить для аромата лук, имбирь и корень кинзы Чтобы жир не пригорел и не стал горьким, используйте слабый огонь Теперь можно начинать готовить Хорошо В первую очередь нам надо сварить каштаны в подсоленной воде Подождите, это у вас консервированные каштаны? Консервированные А можно брать свежие? Можно, вы сначала делаете надрез, потом варите их А когда они сварятся, закидывайте в холодную воду Чтобы снять оболочку Снимаете оболочку и все Но вода должна быть соленой Да, конечно, потому что каштаны-то сладкие Согласна Но когда мы будем тушить капусту Она тоже должна быть подсоленной Так вкус будет одинаковым Набавим соль Ложки хватит Для варки каштанов этого хватит? Да Каштаны можно брать как свежие, так и консервированные Да Но только не жареные в карамели, не так ли? Это уже перебор То есть перед тем, как капусту соединить с каштанами Их нужно сначала обработать Да, нагреть, чтобы они Стали вкуснее Именно Их можно вынимать сразу, когда вода начнет пузыриться? Совершенно верно Они ведь уже готовые Да, это же консервированные каштаны Со свежими пришлось бы повозиться Их нужно было бы сварить Да Теперь возьмем немного бульона и отварим в нем капусту Куриный бульон с куриным жиром Точно Мне очень интересно, когда же вы его будете добавлять Чуть позже вы все увидите У меня для вас есть работа Что за работа? Порвите-ка ее на кусочки А разве она уже не порванная? Порвать еще меньше? Да, пожалуйста Вот так? Да, нам нужны вот такие полоски Их сразу туда кидать? Да Ладно, а почему мы не можем порезать эту капусту? От ножа она будет окисляться К тому же, если ее порвать, ей легче будет напитаться бульоном В случае с капустой не надо обращать внимание на способ нарезки Нам здесь не нужны ровные кусочки Верно В бульон никаких пепрак не добавляем? Нет, нам важно, чтобы она сварилась Добавим немного воды Каштаны мы слегка варили в подсоленной воде Да А капусту кидаем сразу в бульон, чтобы она им пропиталась Да Ее тоже можно чуть подсолить Она нам не помешает Хорошо Но сильно не солите Мы ведь потом все будем тушить вместе Приправлять мы будем позже Да Это подготовительная стадия А как долго надо обваривать капусту? До тех пор, пока она не станет мягкой Она уже осела Да Мы уже можем ее вынимать? Пусть она осядет и чуть-чуть покипит Она должна покипеть? Да С бульоном нам тоже потом пригодится? Да Мы обварили капусту в бульоне, чтобы убрать с нее горьковатый и вяжущий привкус Заодно и промыли ее? Да То есть мы просто обязаны обварить каштаны и капусту? Да И посолить их Капусту обвариваем в бульоне Так, сковорода у нас уже сухая Теперь приступаем к самому ответственному моменту Давайте Итак, что мы должны сделать? Мы должны правильно использовать куриный жир Его не нужно добавлять слишком много Закидываем чеснок Мелкорубленный лук и имбирь, они придадут аромат Добавляем луково-имбирную воду Это луково-имбирная вода? Да, и опять берем немного бульона Погодите, мне надо запомнить Пуриный жир, обжаренный мелкорубленный лук и имбирь Потом добавляем луково-имбирную воду и бульон Теперь можно выкладывать каштаны и начинать заправлять их Основной приправой у нас здесь является соль Посыпаем все это солью Каштаны у нас сладковатые Капуста тоже оставляет сладкое послевкусие Поэтому мы все это еще чуть-чуть подсластим Ну и наконец сдобрим все это куриным экстрактом Его тоже надо добавлять? Да, если у вас нет бульона, добавьте куриный экстракт А если бульон есть, то экстракт не нужен? Если есть бульон, экстракт не добавляют, но чуть-чуть можно Понятно, а каштаны варятся первыми, так как они дольше готовятся Да, закончив с каштанами, забрасываем капусту Судя по всему, вы скоро закончите все блюдо Когда капуста и каштаны закипят, мы убавляем огонь и будем тушить до тех пор, пока капуста не размякнет Очень плохо, если капуста будет хрустеть у вас во рту А крахмалом это надо будет заправлять? Надо Я все поняла Перевертывание путем подбрасывания это просто движение На самом же деле все зависит от температуры Правильно Она перевернется только при определенной температуре Если она нагреется с двух сторон, это значит, что температура очень высокая Только в этом случае блюдо будет ароматным и вкусным Тогда у меня еще один вопрос Так подкидывать сковороду умеют только китайские повара? Да, мы любим это делать То есть на Западе никто не владеет такой кулинарной техникой? Да, крахмал мы выливаем на сильном огне Раскачивай сковороду Совершенно верно А когда мы можем выливать крахмал? Когда капуста уже размякнет То есть это главный показатель? Да Так, крахмал мы уже влили И что у нас остается напоследок? Возьмем немного жира и вылим его по краю, раскачивая сковороду Вы собираетесь подбросить сковороду? Да, уже появился бурлящий сок и большие пузыри Давайте Начинаем, поехали Приземлились Господи А теперь опять легонечко покрутим сковороду Еще раз? Выключаем плиту и выливаем все на тарелку Вот мы и потушили капусту Вы уже плодируете? Мы должны перевернуть капусту путем подбрасывания Потом еще раз обжарить и вылить на блюдо Только так наша капуста приобретет желаемый аромат Все дело в температуре Как только я влил жир, сок в сковороде начал бурлить И в это время внутри уже выделился пар И теперь мы плавненько крутим сковородой Как будто это идет пояс на магнитной подушке Вы только что это делали? Крутите по сковороде, а потом сильно Бац! И перевернули Иначе перевернется только половина Другая приметит в сковороде Суть в температуре А что будет, если движение не отработать? Тогда все это окажется у вас на лице Будьте осторожны и не шутите дома с этим трюком Который требует большого мастерства Да Повар Тюй сказал, что если у вас совсем не получается, можно... Можно перевернуть ее шумовкой Только очень быстро Да, когда дойдет до нужной температуры, быстро берите и переворачивайте Когда жир начнет бурлить, появится аромат, значит блюдо готово Чтобы приготовить пекинскую капусту с каштанами, опустите куриный жир в китающую воду Затем остудите его, мелко нарежьте и забросьте в сковороду Добавьте в него лук, имбирь, корень кинзы И обжаривайте до золотистого цвета на слабом огне После этого пропустите все через сито Посолите кипящую воду, забросьте в нее каштаны и обварите их В другую сковороду влейте куриный бульон Сварите в нем до полуготовности порванные на куски листья капусты Затем выложите их в чашку Влейте в сковороду куриный жир Обжарьте в нем мелко рубленый лук и имбирь Добавьте имбирную воду, бульон и забросьте туда каштаны Посолите, добавьте немного сахара и куриного экстракта А затем высыпьте капусту На слабом огне тушите капусту до тех пор, пока она не размякнет Затем выключите сильный огонь и добавьте в нее крахмал, разведенный в воде Выложите блюдо на тарелку и полейте его небольшим количеством куриного жира Если хотите все сделать правильно, соблюдайте все детали Давайте вы научите нас еще чему-нибудь полезному Например, как дома приготовить бульон Хорошо, давайте я расскажу, как готовить куриный бульон Давайте Он очень просто готовится И много где используется Точно Спасибо, что смотрели китайскую кухню Давайте учиться готовить, а потом все это есть Чтобы приготовить комбинированный бульон, возьмите кусочки курицы и утки Постное свиное мясо и ребрышки, а также лук и имбирь Забросьте курицу, утку, мясо и ребрышки в кипящую воду и немного поварите Удалите накипь и выложите мясо в тарелку Снова положите все ингредиенты в кипящую воду, добавьте лук с имбирем и варите на сильном огне, пока не закипит Затем убавьте огонь и варите 3 часа Готовый бульон перелейте в какую-нибудь емкость Остудите его в холодной воде до комнатной температуры и поставьте в холодильник Если вы не собираетесь использовать бульон долго, поместите его в морозильную камеру Субтитры подогнал «Симон»